Генеральный спонсор – общество с ограниченной ответственностью «Динамика». Автосалон «Динамика», доступные автомобили и выгодные предложения для каждого. Подробности по телефону 8 800 250 10 98. Мелиус, Ленина 34. Что тебе мешает быть такой, какой ты хочешь? Я разговариваю с собой, конечно. Расскажи тогда свой забавный случай в жизни. И мне звонит мама, и я без понятия, куда мне идти. Всем привет! Меня зовут Альфина. Я участница проекта «Хайп ТВ Баттл». И сегодня я вас познакомила с интереснейшей девушкой, другой участницей ТВ-проекта «Хайп». Привет! Представься, пожалуйста. Я участник проекта «Хайп». Меня зовут Тюша. Первый вопрос. Почему ты решил участвовать в проекте? Ну, просто мне пришла ссылка, и я такой «Окей, заполним, пойдем». Это получилось спонтанно. Я не думала о последствиях. Что тебя отличает от других участников? Советно ничего. Ну, я не думала, что он как-то уникальный. Но посравнись. То есть ты считаешь себя не настолько неординарным, как остальные участники? Ну, они все умеют что-то по чуть-чуть. Я тоже умею все по чуть-чуть. Я видеоблогер, гитарист. Какой бы ты хотела быть? Никаким, как сейчас. А что тебе мешает быть такой, какой ты хочешь? Комплексы. Ну, правила Российской Федерации. Когда ты в последний раз плакала? Ну, в этом месяце, наверное. Или в прошлом. Или, не знаю. Не важно, как на Кате, так и за Рио. В каких случаях ты плачешь? По любому поводу. Расскажи тогда свой забавный случай в жизни. Был у меня друг. Он есть сейчас. Но мы с ним общаемся не так тесно. Но вот стояла сейчас, как погода, прямо. Прямо как сейчас. Вот только-только попал снег. Ну, и он зовет меня на улицу. Зовет на маму Егору. Зовет кататься. Ну, по дорости своей я пошел. И скотнулся. В зимней куртке, да, по грязи. Ну, потом что-то у этого чувака щелкнуло, и он не поехал вместе со мной. И я в грязной куртке, мне звонит мама. И я без понятия, куда мне идти. Ну, мы еще полчаса тестировали мою куртку на роднике. Потом я мерз. Мне было очень холодно. Ну, мы пришли, и все было нормально. Это такой, вроде, смешной случай, но когда было не смешно. У тебя ВКонтакте в статусе фраза «Весь мир у твоих ног, но временно». «Завтра все вернет назад». Что это значит вообще? Я слушал песни и сел на поставил. Какой песни? Это... От Аморгана. У тебя есть канал на YouTube, и в одном из видео ты сказала, что тебя считают отбитым дауном. Почему? Ох, ты мои видео смотрел? Я не знаю, разве не видно по моему поведению? Что в твоем поведении не так? Я разговаривала с собой, понимаешь? Мистика – это основная тема, в которой я шарю. Это единственное, в чем я шарю. Ну, и проблема с ассофобом. У тебя есть вообще в жизни кумиры? Хороший вопрос. Ну, я не скажу, что прямо как кумиры, а как больше люди, до которых можно дотянуться рукой. Например? Например. Это выглядит странно, но Ларин. Кто круче Дмитрия Ларина – это Дима Масленников. Я слушаю одного чувака. Оксимирон. Все его знают. Кто не знает, послушайте. Твоя любимая песня – «Язык в то себе». Ну, там целый альбом. Коргород. Вот с него я, по-моему, пошел на него. Он классный. Поет о том, что важно достаточно. Ну, и на основе, наверное. Ну, если есть музыкальные исполнители, то он тоже. Конечно, не так глубоко, как Окси, но можно. Давай перейдем к книгам. Я, на самом деле, давно не читала. Ну, очень давно. У меня просто лежит стопка книг. Я не могу вернуть их в библиотеку, потому что я их не дочитал. Вернуть я их не могу уже полгода. Еще думаю, что дочитаю. Ну, что мне запомнилось, это, наверное, вот Дон, в котором. Вот я его прочитал, когда хайп на него спал весь. Ну, то есть, он вышел, все его прочитали, было прообсуждали. Потом прочитал я. Я заметила, что ты говоришь о себе в мужском роде. Почему? Все замечают. И все спрашивают этот вопрос. Ну, мне удобно. Ну, я уже говорила об этом, говорила на камеру. Это от того, что, когда я говорила вроде про... В женском роде, мне кажется, что я слишком стерео. Было достаточно неплохо, но я слишком сильно растерялся. Меня реально затрясло на середине. И если я стану популярным, я никогда не буду отвечать на интервью. Альфинура старалась, она хорошо сделала. Ну, у нее много вопросов, много вопросов, на которые я могу ответить. Но не слишком конкретные. Это меня запутало. Спонсор проекта – индивидуальный предприниматель пешеходов Михаил Андреевич. Магазин «Фейерверки». Улица Карла Маркса, остановка Первомайская. Купи салют, получи хайповый подарок. Подробности у продавцов магазина. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Я очень люблю командовать людьми. На данный момент, как ты чувствуешь себя в этом проекте? Ты видишь вот эти вот все лица, которые на тебя смотрят, и все волнение пропадает. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поприветствовать вас с одной девушкой, которая участница телепроекта «Хайп». Привет. Я хотела задать вопрос. Чем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время я занимаюсь танцами. Уже не в студии современной хореографии, а просто для себя. Самый, 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 сейчас скажу, как, самую неудобную обувь ты одевала во время, во время танца какую-нибудь? Туфли на каблуках. В них очень неудобно танцевать, прыгать. Мы с этим справились. Но было тяжело. Тяжело, неудобно. На кастинге ты танцевала. Да. В каком месте, в каком занимается твоя жизнь танцы? Просто хобби. Это только увлечение для себя и ничего больше. С танцами я свою жизнь связывать не собираюсь. Вот смотри, танец – это красота, прорыв страсти. А ты взяла профессию программиста. Скучную, тихую. Почему? На самом деле, программисту я никогда не буду. Это начало, просто начало моей карьеры, которую я хочу создать в будущем. Такой старт, скажем. А кем ты хочешь стать в будущем? Руководителем. Я очень люблю командовать людьми. Например, руководитель чего? Магазин, торговля. Поделись лучшими моментами своей жизни. Ну, мы с танцами ездили в Перин на конкурс. Мы ездили туда на три дня. И эти три дня я никогда не забуду столько эмоций положительных, отрицательных. Но это все равно эмоции. Очень банально. А я хотела спросить, какие вот ты прям такие ощущала во время репетиции? Вы же все равно репетировали во время. Боялась ты этого, скажем, сцены или нет? Перед каждым выходом на сцену я всегда волновалась. Но как только начинается танец, ты видишь вот эти вот все лица, которые на тебя смотрят. И все волнение пропадает. Появляются только положительные эмоции. И ты танцуешь для них. Как ты относишься к предательству со стороны друзей? Если человек тебя предал, то значит он не был для тебя другом. И в конце расскажи о себе на данный момент, как ты чувствуешь себя в этом проекте. Очень много положительных эмоций. Я рада, что я здесь. Потому что жизнь достаточно была однообразна. А сейчас у меня, я дома практически не появляюсь. Я все время здесь, и мне это нравится. Это хорошо. Илья, я хочу пожелать тебе творческих успехов, конечно, здоровья. И, конечно, быть всегда на позитиве. Спасибо. Спасибо тебе. Я взял интервью, скажу, положительно. Да, есть какие-то у меня минусы, но над этим я буду работать. Вопросы были интересные. На некоторые я даже не знала, как ответить. Она очень позитивная. Скажем, что она скромная девушка. Но я надеюсь, что она раскроется дальше. Ей этот проект поможет. Подача тоже интересная. Мои ответы оценивал сам. Спонсор проекта – общество с ограниченной ответственностью. Торгсервис 102. Магазин «Светофор». Магазин «Светофор». Территория низких цен на продукты питания и бытовую химию. Торговый центр «Хумертау». Первый этаж. Улица Бабаевская, 16. Все началось, сейчас филосадик. Мы с ней знакомы, да. Но мне нравится рисовать других людей, особенно девушек. Добрый день. Меня зовут Александр. Я участник проекта. И сегодня мы берем интервью у доминовой Альфинор. Добрый день, Альфинор. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем с первого вопроса. Как ты решилась на этот проект? Я решилась на этот проект просто. Вот так просто? Да. Не, расскажи, как это было. Я увидела по телевизору то, что идет реклама этого проекта. Я решила отправить анкету. И все, это началось, забудило. Окей. Ну как бы мы с тобой знакомы уже, да? И мы с ней знакомы, да. И хотелось бы просто вот такой вопрос задать. Как участнику, как конкуренту, что для тебя хайп? Для меня хайп это сопоставимо с тем, что пиар. Как бы человек продвигает себя. Либо в какую-то тему. Окей. То есть ты хочешь пропиариться? Да. А какими-либо образом, ты пыталась себя другими образами пропиарить? Конечно. Какие это были способы? Вконтакте в основном. Вконтакте. Хорошо. Я знаю, что ты рисуешь. И как ты, как ты начинала рисовать вообще? Когда ты начинала рисовать? Расскажи, пожалуйста. Это очень долгая история. Все началось с детского садика. Я сидела, когда все играли, я сидела за столом и рисовала рисуночки. Свои разные молекулы. Калякала всякие рисуночки. И вот, потом уже, когда подросла, я решила пойти в художественную школу. Вот. Мне там очень-очень нравилось. Я вообще в восторге была. Я там целыми днями просто пропадала в художественной школе. Вот. И закончила художественную школу с красным дипломом. Получила малонобелевскую премию. Мы там делали дипломную работу красивую. Окей. Хорошо. Вот ты рисуешь. Какие образы тебя больше всего интересуют в изобразительном искусстве? Ну, вообще, меня вдохновляют люди. А только так? Вот. Может быть, что-нибудь еще тебя вдохновляет? Люди, космос, что-то неизвестное, необъяснимое. Может, даже что-то такое, что не подвластно мыслям людей, природа, очень красивые виды городов, пейзажей. Вот. Я вот знаю, что для каждого художника культовый момент такой – это нарисовать себя. Рисовала ли ты себя? Нет, я себя не рисовала. И как-то я не стараюсь себя нарисовать. Не знаю, почему. Но мне нравится рисовать других людей, особенно девушек, потому что я ценю красоту женскую. Мне кажется, что это очень что-то утонченное, красивое, особенно, когда у девушки голубые и большие глаза, и светлые волосы. Окей, хорошо. Давайте сделаем такое. Спасибо большое, во-первых, да. И давайте сделаем такой блиц-опрос такой. Ты готова? Да. Поехали. Пряники или печеньки? Печеньки. Карамельные конфеты или шоколадные? Шоколадные. Погулять или посидеть дома? Погулять. Порисовать или прогуляться все-таки? Порисовать. Порисовать. Ага. Что же все-таки? Зарубежные или русские фильмы? Зарубежные. Зарубежные, отлично. Сходить в кафе или посидеть дома? Сходить в кафе. Сходить в кафе. А перестановка в квартире или же все же начать новую жизнь? Перестановка. Перестановка. Окей, хорошо. Спасибо большое. С вами была Альфинур и Александр Бринников. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне кажется, все-таки нужно было бы цепляться больше за личную ее жизнь. Я знаю, что у нее есть парень, но я думаю, задел бы этим вопросом. Хотел бы задать вопрос, как бы ты удивила бы своего парня? И хотела бы ты у него удивлять как-то? И дальше развивать вопрос этот? Но я думаю, пожалею человека. И все-таки ограничились ее поверхностным творчеством. Как и мне, у Мурбек тоже поверхностно за творчество цеплялись. Вот так. Спонсор проекта – индивидуальный предприниматель пешеходов Михаил Андреевич. Магазин «Фейерверки». Улица Карла Маркса. Остановка Первомайская. Купи салют, получи хайповый подарок. Подробности у продавцов магазина. А чем бы ты занимался, если бы фотографии не были так популярны? Если надо будет, то мне даже не стыдно куда-нибудь там в игрущики пойти. У тебя есть такие работы, которые люди не понимают? Я взвешиваю за и прочих, и исходя из этого я беру. Пока что не было такого. Всем привет. Меня зовут Ирина, и сегодня я хочу взять интервью у одного из участников телепроекта «Хайп» – у Мурбек. Привет. Привет. Все мы знаем, что ты фотограф. Так ведь? Да, это так. И сегодня я бы хотела поговорить именно об этом. В чем плюсы и минусы твоей работы? Ну, плюсы, как бы, в первую очередь, это, ну, работа в силу, позитивная. И, ну, когда ты работаешь в чай, много новых знакомых, много друзей. Вот, ну, плюсов очень много. И если я буду все, каждый плюс, перечислять, то на временную пальцу, грудильную. Поэтому, как бы, минусы, какие минусы? В принципе, минусов не сильно много, если не говорить то, что если у тебя будет девушка, то твоя девушка будет ревновать тебя к твоим клиентам. Поэтому это, я считаю, что единственный минус. А чем бы ты занимался, если бы фотографии не были так популярны? Чем бы я занимался? Да я много чем занимался. Я, как бы, я работать никогда не стыдился. Я вот с 14 лет начал работать. Я, ну, если надо будет, да, то мне даже не стыдно куда-нибудь там в игровщики пойти. Поэтому пока не знаю. Ну, ты можешь представить себя кем-то, кроме фотографа? Серьезная профессия. Ну, я не знаю, как бы. Я учусь на экономиста. И в будущем я сейчас, на данный момент, индивидуальный предприниматель. И в будущем я пойду в бизнес. Понятно. У тебя есть такие работы, которые люди не понимают? Нет, у меня нет таких работ. Потому что, как бы, все люди, ну, сейчас время такое недостаточно. Я, как бы, снимаю, я в разных жанрах снимаю, да. И, как бы, я рассматриваю, вот, например, я сниму этот жанр. А люди это поймут или нет? И поэтому, как бы, я взвешиваю за и прочих. И, исходя из этого, я беру. Пока что не было такого. А у тебя были неудачные фотосессии? У меня неудачные фотосессии были тогда, когда я только учился фотографировать. Тогда, на тот момент, мне было 15 лет. И тогда я фотографировал своего друга. Как бы, я увидел, ну, чей-то там мастер-класс. Я понимаю, там, и на этих настройках хотел отснять друга. У меня там ничего не получилось. Вот. Прежде чем, как бы, брать за фотосессии, за деньги, я очень много, как бы, работал за бесплатно, чтобы руку выработать, чтобы, как бы, знать, что-то как. То есть, на данный момент ты всеми своими работами доволен? Ну, в плане своих работ я самократичен, потому что, как бы, я знаком с такими фотографиями, вот, откуда, ну, от которых я, как бы, получаю вдохновение. И я не могу сказать, что я всеми своими работами доволен, но, как бы, людям нравится, и я, ну, как бы, вообще, ну, слова благодарности мне говорят даже в беседе в группах, там, у меня в отзывах, где есть, там, тоже все такое положительное. И я считаю, что пока что, как бы, ну, людям нравится, что я делаю. Ну, я не думал над этим, потому что, в первую очередь, фотограф, он не должен говорить, типа, это мой клиент, это не мой клиент, задача фотографа, чтобы его клиент чувствовал себя комфортно с этим человеком, чтобы он не стеснялся, чтобы он, ну, полностью раскрылся, потому что задача фотографа запечатлеть вот эти вот самые, как бы, счастливые, искренние моменты. А что произойдет, если все остальные фотографируют профессионально? Ну, это же хорошо. Ты так думаешь? Я так думаю. Я никогда ни в ком, я не вижу конкуренции. Например, если даже, когда я помню, когда я был, ну, когда я только учился, я приходил, ну, подходил к фотографам, я у них спрашивал, не все отвечали, они думали, что, типа, ну, это надо, там, не у нас, то все это плавно учить. Но если вот ко мне, ну, кто-нибудь, любой человек придет и спросит, я ему подскажу, что ты сам знаешь. Ну, смотри, тогда твоя профессия уже станет неактуальна. У тебя станет меньше клиентов. Ну, знаешь, это, ну, что, я об этом не думал, я этого не боюсь совсем. Если меньше стану, то, пожалуйста, знаешь, как бы, и я не собираюсь вот всю жизнь, да, например, заниматься фотографиями. А, даже так. А чем ты еще занимаешься? Ну, я же отвечал тебя на предыдущий вопрос. Я тебе говорил, что я буду в будущем, как бы, ну... С этим ты будешь связываться? Нет, я, как бы, в бизнес буду. У меня разрабатывается пока что пару идей, и в первом времени, и точно, вы их не осуществляете. Ну, я желаю тебе успехов в будущем, и в бизнесе, и с фотографией. Спасибо. Спасибо тебе большое за интервью, было приятно пообщаться. Спасибо. Спасибо всем. Ну, интересно было работать с этим... пообщаться с этим человеком. Мне кажется, я для зрителей узнала кое-что новое, что им будет интересно послушать. Познер, Кандалаки, Урган, Дудь и Александр Блинников. Что объединяет этих людей? Мне хочется испробовать много разных профессий. Ты любишь смотреть фильмы? Блин, это будет звучать немножко наивно. Чего ты боишься в жизни больше всего? Каждый человек в детстве мечтал кем-то стать. Я вот, например, в детстве мечтала стать актрисой. А кем мечтала стать ты? Я кем только не мечтала стать, ну, как все дети, в принципе. Сначала дизайнером, потом, не знаю, художником. У меня до сих пор есть такое, то, что мне хочется испробовать много разных профессий. То есть, я думаю так, то, что пока ты не поработаешь, ты не поймешь, что тебе будет нравиться. Это может быть вообще неожиданная профессия просто. Надо пробовать, в общем. Вот ты сказала дизайнером, а почему я дизайнером? У тебя кто-то увлекается синим дизайном? Нет, в семье у меня, как бы, абсолютно все обыкновенные профессии, рабочие, вот. Дизайн, и потому что мне нравилось смотреть школу ремонта, и потому что я люблю рисовать очень сильно. Потом мы начали проходить геометрию, я думаю, не, не хочу. Хорошо. Какой у тебя твой самый любимый цвет? Блин. Два могу назвать. Они вот прям рядом. Это розовый и коричневый. Вот, коричневый. А с чем они у тебя ассоциируются? Ну, это теплые оттенки. И, так, они какое-то спокойствие выражают и подходят мне. Мне больше всего в них нравится то, что я могу надеть что-то коричневое и не ошибусь это однозначно. Или розовое. А тебе всегда нравились именно эти цвета? Или до этого еще какие-то были? Да, я и голубой, и вообще все цвета люблю по-своему. Но просто когда повзрослела, поняла то, что есть оттенки, которые по-своему красивые, но мне они не подходят. И поэтому мне пришлось их вообще исключить из своей жизни. Ладно. Ты любишь смотреть фильмы? Очень. Вот смотри, если бы у тебя была возможность исполнить главную роль в любом фильме, то какую бы главную роль ты выбрала и какой бы это был фильм? Тут надо подвинуть, конечно. Потому что любимый мой фильм, там очень много работы, как бы, «Властеленингалец», сколько там его снимали. Какое главное качество ты бы выделила себе? Наверное, это общительность. Потому что если я попадаю в какое-то людное место, во мне начинает просыпаться, зажигаться эта искорка, мне хочется со всеми общаться, шутить, я не знаю, у меня сразу поднимается настроение. Как только я иду домой, оно все понижается, немножко более спокойная какая-то становлюсь. Что для тебя главное в жизни на данный момент? Блин, это будет звучать немножко наивно, но я считаю главным в жизни это любовь. Вот, именно любовь дополняет жизнь, наполняет ее вот этими красками. Жить в кайф становится просто. Я не знаю, как без этого можно, потому что даже хобби меня не сделает настолько счастливой. И другие вещи. Деньги, они, естественно, делают счастливыми за счет того, что ты приобретаешь что-то материальное. Но человек по своей натуре все время хочет и хочет что-то новое. И денег, естественно, не хватит вообще на все. Это временная радость. А любовь, я считаю, то, что это радость на очень долгое время. Не знаю, насколько она долгая и будет ли она у меня длиной во всю жизнь. Вот, каждый человек хочет чему-то научиться, но у него это часто не получается. У тебя есть что-то такое, чему ты хочешь научиться, но никак не можешь? Я бы ответила, это, скорее всего, петь. Потому что каждый человек, вне зависимости от того, есть у него слух, нет у него слуха, какой у него голос вообще. Всем нравится петь, пока дома нет никого. Вот. Ну, я это делаю, потому что как бы приятно, естественно, когда никто не видит. Ну, иногда и при людях. Но я бы хотела хорошо петь. Вот, например, ты что-нибудь пела. Тебе говорили, как ты поешь или еще что-то там. Оценивали ли твои деньги? Вот прям вчера, прям вчера сидела со своим молодым человеком. И что-то меня нахлынуло. Я начала петь песню, которую мы смотрели там по ютубу клип. Он вообще вот так повернулся. Он говорит, а я вот не умею петь. Было приятно. Я думала, куда хуже. Значит, ему понравилось, как ты сделал. Хорошо. А насколько сильно на тебя влияет чужое мнение? Я не могу сказать, что мне вот вообще на все плевать. Естественно, каждому человеку, даже если он под маской вот этого, как бы, ну, мне плевать, там, мне пофигу, он все равно в глубине души хотя бы чуть-чуть переживает. Ну, я не сильно зависима от чужого мнения, потому что самый верный путь это делать то, что ты хочешь, что тебе нравится. И никогда не слушать, не обращать внимания ни на кого. Я стараюсь соблюдать это правило, но иногда, да, мне бывает что-то обидное, что-то вот задуматься, охота над словами людей. Ну, стараюсь. Иногда, если это близкие люди, то я их мнение со своим мнением как-то стараюсь совместить и найти правильный путь. А на кого и за что ты обижалась больше всего? Вообще, я человеку вообще не обидчиваю, не знаю. А если даже обижаюсь, то секунду, наверное, две и быстро отхожу. Но именно на кого, прямо вот долго, не на кого, наверное, но я скажу то, что надолго бы я могла обидеться на... Если бы человек как бы лицемерил мне, вот. Если он так вот глазами говорит хорошие вещи, а за спиной плохие, и при этом продолжает своему дружить, я бы вообще всё... Я бы исключила его списка своих знакомых или друзей навсегда. А есть ли тебя сейчас в глубине обиды на кого-либо? В дне души? Ну, вообще ни на кого. Вообще, я не как всех прощаю. Ну, я считаю, что прощать надо уметь. За какие бы ужасные вещи люди не делали. А чего ты боишься больше всего? Именно фобии какие-то или какие-то духовные вещи? Ну, и фобии, и духовные вещи. Именно больше всего, что боишься. Фобии, панические высоты, прям вот вообще. У меня сразу адреналин в крови. Я начинаю агрессивно становиться такой. И когда вот надо мной часто шутят, вот когда ты находишься на месте, где очень высоко начинают тебя по приколу то ли это, сейчас тебя скинут, то ли что-то такое, у меня сразу агрессия. Я говорю, нет, я очень сильно боюсь, не надо. И ещё один страх – это огонь. Потому что у меня в квартире был 3 года назад пожар. Я была абсолютно одна. Пожарные не приехали. И у меня теперь на всю жизнь просто очень большой страх огня. Года два, наверное, привыкала к плите подходить, готовить что-то. Даже элементарно, там, я не знаю, сварить пельмени. Сейчас уже сама готовлю, но когда что-нибудь там вот что-то, что-то такое происходит, мне всё, сразу страшно вообще. А чего ты боишься в жизни больше всего? В каких ситуациях? В жизни я боюсь, наверное, полного одиночества. Прям вообще, когда ты вообще никому не нужен. Некому даже что-то рассказать. То есть сам себе предоставлен, сам решаешь свои проблемы и вот. А испытывала ли ты когда-нибудь такое чувство, прям глубоко возносит? Ну нет, я в подростковом возрасте, естественно, как и все, думала то, что вот, я никому не нужна. На самом деле это понятно то, что родителям мы нужнее всего. Есть друзья просто, просто им нужно напрямую сказать это. Они не всегда видят, что у нас в душе. Нет, скорее всего. Хорошо, спасибо, Соня. С тобой было очень приятно пообщаться. Наши интервью только что прошло. Я как будто погрузилась в детство, потому что вопросы были, ну прям вот мои любимые, про цвет, про фильмы. Вот прям обожаю. Но вопрос про фобии, вообще, я сейчас вспомнила то, что было вот про этот пожар и, блин, что-то сразу как-то не по себе стало. Ну мне кажется, что мне удалось все-таки раскрыть Соню. Так как я начала говорить про пожар, и было по ней видно, то, что она этого очень сильно боится, то, что она не хочет разговаривать на эту тему. И как бы мне удалось развить эту тему и узнать про это побольше. Ну это обычные вопросы, такие при знакомстве, в принципе, когда люди знакомятся, каждый задает эти вопросы. Поэтому вполне нормальный. Мы ведь с ней не знакомы. Я только имя не знаю, и она мое. Поэтому нормально. Спонсор проекта индивидуальный предприниматель пешеходов Михаил Андреевич. Магазин «Фейерверки». Улица Карла Маркса. Остановка Первомайская. Купи салют, получи хайповый подарок. Подробности у продавцов магазина. Лешат, привет. Сегодня я беру у тебя интервью. Неожиданно, да? Не повезло тебе больше всего. Не-не-не, все нормально. Сегодня у меня никакого телефона, никакого листочка. Только я и мои знания. Вот как давно ты выбрал этот путь? Вот вообще заниматься творчеством, организовывать что-то. Это вот сколько тебе лет было? И каким образом вообще? Понятно, понятно. Я понял вопрос. На самом деле, как бы, я не выбирал специально для себя путь боссовика-зотейника, как ты меня называла, да? Просто так получилось, что я получил образование, театральное образование. И вот с того момента, собственно говоря, я и занимаюсь тем, что, как ты говоришь, люди называют нас самих жатем. Так, а в детстве, чем ты увлекался? Было мне 20 лет. То есть уже зрелый возраст. В детстве ты чем увлекался? У тебя был какой-то хобби, раз ты пошел в театральный? Ну, самое интересное, что в детстве, как бы, к этому у меня склонностей больших не было. То есть я, на самом деле, нет. Именно вот что-то в творческом плане как-то... Ну, как все пацаны тогда росли, то есть гитарку что-то, да, там где-то спели, попели. Все занимались каким-то спортом, все ходили в какие-то кружки. То есть такой среднестатистический, в принципе, ничем не выделяющийся от других, я так думаю. Именно желание поступать на актерское и на театральное, это пришло уже после того, как я получил аттестат в школе, с которым можно было поступить только на какой-то гуманитарной. Так, вот получается, сейчас ты организатор, точнее, Чисфото Продакшн, занимается проектом Хайп, да и вообще ты, получается, участвуешь у нас в разных постановках, спектаклях, вот, о своих, вот этих вот делах, насколько они прибыльные, как ты можешь сказать, это может заменить какую-то обычную профессию, стабильную, там, ходить, не знаю, работать с продавцом? Я тебя понял, да, вопрос, но на самом деле скажу, что творчество и прибыль, это как бы всегда, наверное, две параллельные, не пересекающиеся прямые, то есть, действительно, это человек, который занимается творчеством, то есть, а я являюсь режиссером любительского театра, я ставлю, как бы, постановки, именно спектакли, это никогда не приносит каких-то сверхдоходов, это обычная заработная плата, бюджетника, там, какая-то, а то, что занимаюсь именно в рамках вот этого проекта, это тоже, я же говорю, весь, как ни странно, то есть, все-таки больше энтузиазм впереди идет, а не деньги, интерес какой-то, то есть, да, если, допустим, наверное, какой-то хороший продавец получает больше меня заработную плату, наверняка, какой-то человек строительной профессии и рабочей профессии получает больше меня, но так и должно быть, как бы, то, что работает в руках, должно получать, наверное, больше, и, нет, это далеко не прибыльная профессия, которую я выбрал. Вот смотри, ты занимаешься фотографией, постановками, вообще, вот чем только не занимаешься, а что в плане спорта, что, чем ты увлекаешься, что тебе нравится в спорте, ты вообще занимаешься? Ну, максимально, как бы, на что меня хватает, я сейчас, я посещаю, тренажерный зал, график такой, что я с утра, с 8 часов утра, каждый день, ну, иногда через день, хожу, ну, как все, и в тренажерку, то есть, то, что называется, там, вот, и в плане спорта, как бы, ну, это пока, то есть, тот максимум, вообще, люблю биатлон, биатлон начался, ну, я люблю, именно смотреть, а не бегать, ну, я бегаю тоже, иногда на лыжах, пойду зимой, то есть, ну, хорошо, ты говоришь то, что у тебя, как и у многих твоих, наверное, коллег, потому что вы все из одной сферы, очень мало свободного времени, вот, допустим, у тебя бы появилась резко куча свободного времени, вот, прям, настолько много, что тебе аж могло наскучить это, что бы ты, на что бы ты потратил, это свободное время, ну, наверное, семью, да, на семью, на детей, на что еще его можно потратить, тогда вопрос, тебе нравится наш город, мертал наш, именно, работать в нем, как вообще для тебя, потому что город у нас непростой, у нас город не то, что непростой, он у нас далеко не простой, конечно, как, есть, как у них тут есть, да, есть такое понятие Робинсона, да, конечно, все бы мы хотели жить в более хороших условиях, в более серьезном городе, слышу патролеты, так, убирайся отсюда, че ты сидишь, я говорю, в городе, да, ну, объективно, конечно, очень хотелось бы, чтобы наш год был лучше. Говорил то, что получил театральное образование, это, скорее всего, не в нашем городе, да, где ты его получил, и сколько лет учился, и что ты можешь вообще сказать о учебе, ну, театральном. Ну, это самое интересное, конечно, студенческие годы, они всегда самые интересные, то есть, это самое, для меня так получилось, я говорю, школьный год чудесно, для меня самые, конечно, приятные, интересные были уже студенческие годы, когда ты уже вроде как взрослый человек, и 8 лет я учился этой профессии, так получается, да, то есть, сначала я закончил техникум, получил среди сцен образования, потом уже закончил институт, чтобы получить высшую, то есть, в общей сложности, 8 лет я этому учился, и да, конечно, в творчестве, это самые интересные годы, когда, то есть, правда, я еще учился на журналистику, в Москве, да, у Владимира Познара, это как бы, еще было интереснее, скажем так, ну, или не еще интереснее, то есть, еще одна такая интересная, ну, то есть, на учебу я в свое время, очень много времени потратил, иногда ты остался, потому что, родина сердцу ближе, да? Да, все мы пытаемся убежать из этого города, но что-то нас неведомое тянет обратно, точно не зарплаты. Точно не зарплаты, видимо. Так, ладно, теперь я спрошу самые такие сладкие вопросы, это про наш телепроект Hype, ну, просто стараюсь, постараюсь подобрать такие, чтобы, такой, более-менее, ответ был нормальный. Так, как тебе наш коллектив? Вот все участники, которые прошли кастинг, ты доволен этим коллективом? Что ты можешь им сказать? Я, честно скажу, я переживаю за каждого. Вот самое главное, я переживаю за каждого, за каждого, которого мы получили в этот проект. Здесь не стоит вопрос там, понимаете, они уже в проекте, они уже на какое-то время, я несу за вас, за них ответственность, и поэтому, самое главное, я переживаю за каждого. Кто, вот, честно, искренне хочу помочь каждому, ну, им сделать максимальный что-то, чтобы он, как бы, для себя что-то новое взял за эти, там, полтора-два месяца, которые мы будем вместе, и вот это у меня всегда, как бы, стоит в углоде. Не буду выделять, нет у меня любимчиков, нет у меня, может быть, таких ответов. Меня радуют те, кто готов выполнять задания, и огорчают, когда я, вроде бы, пытаюсь объяснить, что он уже что-то делает, люди этого не делают. Хорошо, а вот, сам процесс, вот, съемки, монтажа, вот, занятия, вот этим, хайпом, нашим телепроектом, они тебе, как творческому человеку, приносят какое-то удовольствие, или же, просто, чистота продакшн, получается, не занимается им, и тебе это, как бы, вот, нужно делать. Ну, нет, естественно, если бы мне это было бы неинтересно, да, если бы это, как ты бы делал, через силу, я бы этого не делал, то есть, в принципе, конечно же, это мне интересно, просто, ты понимаешь, что, как получается, когда вот работаешь, работаешь, это кажется, вот, это работа, 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 ты делаешь каким-то серьезным лицом, с криками, с криками, с зубами, все это делаешь, А потом уже когда время проходит Оборачиваешься На это уже смотришь по другому Поэтому от вас должно быть А мы важны ваши помощники Сейчас начали ходить слухи То что победитель уже заранее известен Просто Это скрывается Что ты можешь вообще ответить по поводу этого Да на самом деле Соня действительно это так Победитель известен Победитель определен Им будет Участник Который Четко Правильно и лучше других Выполнит все задания Телепроекта Которые будут даны организаторам Именно этому человеку мы вручим Приз ценой Тысячу долларов Хорошо значит Этой победитель может быть и ты Главное нужно постараться Мы тебе верим Спасибо Спасибо тебе за интервью На этом оно заканчивает Было очень интересно общаться Потому что он все-таки Человек опытный Намного старше нас У него больше жизненного опыта И отвечал он Как-то креативно Поэтому я осталась довольна Своим напарником Я рада даже то, что это не Один из участников Потому что Ну У Лешата есть опыт С ним интересно было общаться Генеральный спонсор Общество с ограниченной Ответственностью Динамика Автосалон Динамика Доступные автомобили И выгодные предложения Для каждого Подробности по телефону 8 800 250 10 98 Мелиус Ленина 34 Мелиус Ленина 34 Мелиус Ленина 35 Мелиус Ленина 35 Мелиус Ленина 35 Мелиус Ленина 35 Мелиус Ленина 35